Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Peterson, вся в сборе. Rex начинает ревновать меня к камере и пытается всем своим тельцем загородить тельце в 25 кило. Но сегодня не о Rex. Сегодня мы поговорим о том, как сфотографировать кулон тут музыкальный, в котором спрятан чип. И поэтому начнем мы сначала с того, как все это установить, как подвесить, что очень немаловажно в нашем предметковском деле. Итак, дорогие друзья, вы помните, что нам надо с вами снять вот такую штуку. Она вот здесь перламутровая, она заключена в деревянный корпус. Внутри у нее вот чип-чик. А вот чип-чик у нее внутри. Но нам надо пока снять вот именно вот эту хромированную перламутровую часть. Можно уже, наверное, сказать, а я знаю, я знаю, сейчас и Дарк будет строить домик для бездомных поросят. Неверно. Да, сегодня будет строить домик в Иглам. То есть, вот я взял две полоски пенопластные. Они очень дешевые у нас там. 70 центов, по-моему, что ли. И вот такие шпажки. Ну, женщины ими какие-то рулетики закалывают и так далее. Я уже наукрал. Так. Первое, что мы сделаем, две шпажки мы сейчас бросаем вот сюда. Да. И соединим. За счет карабинчика. Я надеюсь, это хоть плохо, наверное, буду видеть, да? Ну, я в всяком случае буду пояснять. То есть, вот. Вот такое я себе решил создать. Теперь пришла пора делать вигран. Что мы сделаем? Так. То есть, это будет действительно похоже, что-то на вигламчик. Проказываем на из-косок шпажками здесь. И получаем систему, которая сама себя уже держит. Замечательно. Внутрь. Секунда. И внутрь повесим вот нож кулончик. Так как это пенопласт, то очень здорово может получиться. Быстро. Надежно. И мы всегда сейчас я еще покажу преимущества этого. Во-первых, мы можем определить глубину, на которую мы туда запихаем. Высоту. И мало того, мы можем чуть-чуть поворачивая делать отражения такие, какие нам нужны. вот такой вам фигвал. Помните, да, откуда это? Ну, а сейчас в принципе можно уже и фотографировать. После того, как мы все установили, подвешили, настала пора фотографировать. Ну, задний фон я даже и в прошлого раза не убирал. так вот здесь встала эта вспышечка. Она освещает задний фон. И я взял еще одну. Это наш сортфоктик от фема джинбэй. Джинбэй. И с ним мы будем уже фотографировать перед. Давайте мы с вами сделаем следующее. Чтобы вам был понятен принцип, я начну также вот по одной вспышке включать и смотреть, что у нас будет получаться. так легче вам будет конечно увидеть, что зачем и что меняется и так далее. Проблемка в хромированных изделиях в том, что если мы попробуем снять их в лоб, вы понимаете, что ничего не получится. Даже если мы поместим его в мой шар волшебный или впереди поставим белый ват, мы прорежем дырку, сфотографируем, это все равно будет не то. Почему? Потому что это будет пластик. Ребята, это будет пластик. Нам нужны полутона обязательно и нам нужны черные полоски. То есть, как я всегда говорил, хром живет вот белая, черная полутона. Вот тогда мы видим, наш глаз видит, что это блестяще. Поэтому мы сейчас попробуем это и осуществить. вначале, как я уже и сказал, мы будем с вами использовать цвет, который освещает фон. Настраиваем. вот так. Дело в том, что настройки всегда у меня постоянно, вы знаете, зажавелы 1, 160, 16 или 18 и 100 изо. Итак, делаем первое фото. Ну, видим, что естественно, мы видим, что сняли мой белый задний фон, что уже хорошо. Поэтому я и отнес это немножко подальше в нашем бегване, чуть-чуть дальше, чтобы не было засвета. Ну, и теперь я подключаю свой основной свет. Тут у меня 4-5 где-то, ну, это не играет никакой роли. Что я хочу сделать? Я хочу осветить просто. Да? и хочу, чтобы на камушке на перламутрике появился блик. Можно было, конечно, бьюти-дич использовать, но я посчитал, что софтбокс в этом случае даст более интересный. Так, видим, осветилось, видим вот этот софтбокс, то есть он дает блеск нам замечательно. Но что плохо? Плохо это у нас металл. Металл вообще не виден. Поэтому я сейчас сделаю следующее. Вот у меня есть полоска вот такой серебристой бумажки матовой. Я возьму какую-нибудь подкладку, в этом случае это диск или на слой, и выставлю так, чтобы осветилась сначала у ноты вот эта часть. Для чего я чуть-чуть фронтально поставлю, пусть она залезет в экран, даже вернее в объектив, это не страшно, потому что все равно будем вырезать. Так, и что сейчас должно произойти? За счет того света он будет отражаться здесь, бить вот сюда, и этот пойдет здесь, и это должно дать полутона сейчас это серебристая бумажка вот это то, о чем я говорил видите вот до того и после того но остался хвостик вернее самое начало вот это но тут тоже все просто берем теперь белый листочек тоже загибаем просто подкладку какую-то и двигаем так чтобы у нас белое отразилось уже в этом хвостовике не хвостовике а в самом начале пожалуйста вот и все в принципе ребята вот чтобы получить такой интересный красивый уже исходничек мы воспользовались двумя вспышками и двумя кусочками бумаги больше нам ничего не надо сейчас пойдем в фотошоп и посмотрим что у нас получилось ну вот наши снимки первые второй третий четвертый последний заключительный вот его мы и возьмем он немножко у нас баланс как бы чуть-чуть играет поэтому мы пойдем на 4900 в этом случае так окей в принципе я смотрю как раз все хорошо вот видите вот тут надо чистить тут дело в том что это уже зависит от металла как металл сделан ну ясно что здесь выбоина какая-то да с ней надо будет поработать здесь надо поработать ну давайте мы уже сейчас приступим так четкость чуть-чуть красочности добавим маленечко насыщенность нам не нужна температура опять же уберем чуть 4750 и открываем изображение так что сначала давайте сначала разберемся что у нас тут сделаем копию посмотрим что у нас коррекция с белым нормально у нас белый кругом белый отлично так далее мы сейчас в принципе оно не сильно как бы мешает ну смотря кому не мешает сразу убрал то есть я беру квадратик зажимаю control alt и все готово так хорошо теперь давайте посмотрим что у нас здесь ну здесь у нас два пятнышка это ад понятно на матрице у меня находится почему невозможно все возможно в этой жизни ребята все возможно какие-то некрасивые там штучки дрючки почистим сейчас так вот это место я бы тоже сейчас ребят немножко улучшил так выделить область один пиксель возьмем сейчас инструмент штаб там побольше многие говорят зачем ты вот так пользуешься есть же скобки ребята у меня скобки не работают вот они слишком как бы жестко работают а мне так не надо я не как попало то есть у меня в этом случае я буду дальше пользоваться этим так берем сейчас и просто напросто пройдем за штампиком вот так вот больше не было скажем чуть-чуть размытый будет там 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 где глязновато у них можно чуть почистить вот так какие-то клинки соринки ну лучше это сделать топазе я думаю топаз будет в этом плане лучше теперь возьмем размазывающую кисть инструмент палец осветление и вот эти вещи немножко замажу у меня заказчик ну очень такой нехороший заказчик скажем так ему все время что-то не так и что-то не то поэтому я стараюсь как бы с первого раза сдать и больше к нему не возвращаться вот так хорошо ну тут тоже а вот можно вот тут что почистить вот тут поделать дело в том что я ему говорю о том что ребята я вам даю разрешение 7000 на 5000 поэтому вы видите любые изъяны попробуйте найти это вот здесь эти изъяны вот я вам такое дам и ищите свои изъяны так хорошо давайте попробуем здесь еще убрать это вот этот переход то о чем я вам говорил видите вот он дает ощущение что это не просто пластмасса да давайте посмотрим как на него подействовать сейчас так вот тут я вижу какой-то кусочек вот здесь но это в металле так здесь надо убрать многовато здесь но в остальном так и неплохо я вам скажу в основном так и ничего теперь замена темным уберем здесь затемнение уберем здесь следы так здесь ну и пожалуй для той цены этого будет достаточно наказами на светлым можно конечно тут сейчас это удалить и пройти тут пером да сделать искусственно ровное очень ну ребята я вам сказал что это все зависит от цены то есть в принципе мы могли бы сделать так если вы хотите допустим да то побаловать своего заказчика если он того заслуживает естественно так сейчас сделаем здесь чуть пожуще 0 вот так и тут просто снежинка у меня так вот так все и здесь конечно можно вот с помощью перышка этот участок уж больно он какой-то неказистый вот так это на тот случай если вы захотите очень сильно с этим поупрожняться возьмем опять же этот же цвет и просто да что же у меня да не надо мне ваши снежинки так кисточку кисточку так что что перелепилась только кисточка я догадываюсь чем делать так надо вот основные кисти перейти взять это просто напросто и тут и прокрасить вот так уже будет лучше можно еще и вот тут походить поделать но как я сказал я что-то этим не горю особо так посмотрим теперь инструмент затемнитель сделаем чуть-чуть потемнее это дело вот так вот так хорошо так посмотрим теперь насчет коррекции возможно нам потребуется чуть-чуть высветить но не сильно ребята не старайтесь особо иначе все уйдет то есть мы можем сделать вот так раз вот и вот вам кусок космос нет вот так сделать не будем сделаем чуть-чуть вот где-то так смотрим до такого после того еще чуть-чуть убираем прибираем вот так достаточно будет так ну а здесь розовую цепочку это я сделал очень просто я возьму сейчас вот этот инструмент губка и пройду сил здесь и там где у меня что-нибудь засинело зарозовело тоже можно пройтись это не пострадает от этого ничего так хорошо ну и посмотрим теперь что можно сделать с теперь не обращаем внимания ни на что перламутру коррекцию так вот вот это много вот так теперь превращаем ее в черный берем градиент берем белый не только градиент зелен а нам нужен вот этот градиент то есть полупрозрачный и круглый вот с помощью него мы очень хорошо так последнее что мы можем сделать пойти на всякий случай фильтр топаз возьмем топаз фильтр топаз и чуть-чуть уберем шума чуть-чуть вот здесь смотрим да это даже много не превращаем в пластмассу да говорим окей чуть-чуть ждем конечно если это делалось для высокого каталога скажем так да то с этим тут можно было возиться и возиться то есть отдать ретушеру и пускай он тут удаляет все но так как мы сами себе ретушер и фотограф то мы сделали как раз удовлетворяющий вкус моего заказчика я надеюсь о всяком случае готова большая картинка я понимаю готова у меня еще один процесс длится поэтому поэтому на два процесса работает вот этот процесс работает то есть тут у меня считает этот эскаватор и еще надо удивиться что он так быстро сработал так и теперь посмотрим может быть чуть-чуть вот так чтобы не было убили отлично соединяем все вместе так берем вырезалочку вырезаем попадаем все ребята вот вы со мной в очередной раз поучаствовали в создании каких-то ювелирных изделий вот это не надо уже делать это лишнее это просто если же мы хотим то тогда надо сделать так 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 сделать выделить область и сделать скажем так пиксели 5 в этом случае так и естественно тогда уже коррекцию подключить и ну вот так хотя первое мне без этого казалось лучше вот так чтобы не это вот так вот ну что ж посмотрим еще если нужно то повозюкаем вот тут я два пятнышка увидел вот тут уберем их и все они еле видны но знаю своего заказчика ну и вот ребят получилась такая довольно-таки неплохая у нас фотография получилась она из вот этой то есть всегда немножко нужен фотошоп но исходник очень важен вот 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 вот